И всем привет! С тобой Колонтайка, если что, мы играем в Роблокс игрушку под названием Блокс Фрукт, и решил я заново начать играть. Дело в том, что я не совсем понимал, как играть, особенно спасибо ребятам, которые подсказывали в комментарии, как правильно играть, это очень-очень ценно. И, в общем, я начал заново. Оказывается, блин, тут на самом деле немножко попроще играться. Нужно нам только выбить фрукт на логию, и нас не будут убивать. Это офигеть как. Кто не шарит, что такое логия? Логия это вот как типа тип скиллов или тип вот этих вот фруктов. На самом деле их немного, я могу только вот показать первые, наверное, самые-самые первые эти вот фрукты, сейчас покажу. Они как раз у меня открыты, вот дым, который у меня выпал. Я, кстати, его не покупал, он у меня выпал, и даже никто не подарил, если что. А у меня выпал из ящичка, дикого фрукта. Чоп, вот этот вот у нас на логию дым, дальше лёд, наверное, песок, тёмный, тут я уже точно не помню, барьер, по-моему. А вот эти я уже не знаю. Я не понимаю, как вот, кстати, определять, как вы, ребята, подскажите, как определять, какой есть чего скилл. То есть вот этот вот, точнее, не скилл, а получается фрукт. Какой есть что фрукт, что за что отвечает. Это потому что очень интересно, поэтому я сейчас собираю сундучки. Это очень-очень приятная такая затея, собирать сундучки, быстрее качаться. Вот. Моя цель, это сейчас добиться до вот того, что я прокачал на клантайке основном. Ну и как бы заново немножко вот так вот прокачаться, потому что... Потому что я всё-таки не захотел вообще мечника качать. Я думаю, там вот эти мечи пока что мне вообще не актуальны. Единственное, что только вот я посмотрел там всяких маришартов, насмотрелся, там, оказывается, многие стоят вот с тёмным лезвием, вот этим вот, с блэк... с блэк... с вордом. Вот он прям вот очень крутой. Но у меня такого пока что ещё нету и не будет. Поэтому будем смотреть, глазеть. Ребята, наверное, будут подсказывать мне, где взять получше мне меч, где получше взять такое или иное оружие. Уже у нас ещё есть, если что, кто не помнит, это ганы. Типа пистолеты, рогатки и прочее-прочее-прочее. Какая-то всякая муть. Сейчас статистику открою. Если что, у меня русские. Вот, да, пистолеты, ганы. Оборону. Пока сейчас качаю оборону и фрукты. Короче, вот по такому плану иду. Потому что всё-таки фрукты нам очень-очень нужны. А также в игре есть некая прокачка воли. Это вот наш... Получается, мы качаем своего персонажа навсегда. Что-то наподобие вот так вот двойного-тройного прыжка. Там вот диссерного прыжка, чтобы далеко-далеко-далеко прыгать и бегать. Или, например, качаем нашу, там, блин, скилл, чтобы, блин, например, смотреть сквозь стены или прочее-прочее-прочее. Это очень прикольно. Про волю немножко потом расскажу. Потому что я посмотрел сам ролик. Сам на Клонтайке в основном купил эту волю. Но вот на Клонтайке один ещё до неё не дошёл. Я обязательно об этом засниму. Но чуть попозже, как я до неё дойду. Потому что сейчас мне начнут ребята втыкать. Я думаю, что вот, блин, настолько нубас, что даже ещё и это не взял. На самом деле, уже готовлюсь к этому. Ну, как готовлюсь? У меня только 15-й левел. Сейчас только начну отправляться в новую локацию. Поэтому не судите строго, ребят. Потому что я вот только поиграл, может, минут, наверное, 8 в этой игре. Потому что и мне сразу выпал блок с фрукта. Я такой понял. Этот Клонтайка один будет лучше, чем Клонтайка. Поэтому решил я вот всё заново. Да. Сейчас ещё немножко расскажу про карту тем ребятам, которые вообще прям особо ещё пока что не шарят. И те, которые посмотрели вот мои начальные ролики, тоже решили только попробовать эту игру. Потому что, ну, не знаю. Может, что-то понравилось. Может, понравилось, как я рассказываю. На карте есть у нас... Вообще есть у нас карта. Она статическая. Мы не можем открывать на М-ку или там на какую-то букву. У нас есть вот такая карта. Мы находимся вот тут. Ну, потому что это наш остров. Остров морячков. По центру есть у нас город. Вон он. Вон он отсюда прям видно. Можем угнать? Да, погнали. Угоним. Хе-хе-хе-хе-хе. Угнал корабль. Хе-хе-хе. С самого начала. Так, вот сейчас мы пойдём в город. В городе, на самом деле, всякие ивенты проходят. Я так тоже посмотрел по роликам. Там реально крутые ивенты проходили. И жесть, конечно, что я в них не успевал поучаствовать. Есть такие штуки... Ну, блин, сейчас удочок соберу. Есть такие мужички с белым знаком вопроса. Дело в том, что он мне... Я чё, почему не могу? А может, я и смог. Короче, я у него типа записываюсь и при смерти появлюсь возле него. Вот, это очень-очень круто. Дерётся. Полса нету, ничего нету. Вот тут вот продаёт чувак ганы. Как раз пистолета, по-моему. Вот, рогатка, мушкет. Мне ничего пока не надо. Я пока не шарю в этом вообще во всём. Поэтому... Не буду, не буду ничего такого этим пользоваться. Есть наш инвентарь. Это тоже, я говорил, что сюда что-то скидывать. А вот он, спаун. Всё, вот видишь, есть такой чувачок. У него можно спауниться. То есть, если мы помрём, или нас кто-то убьёт, мы заспаунимся на этом острове. Очень, на самом-то деле, удобненько. Ну что, на этом, наверное, всё. Остаётся мне лишь доплыть до вот этого вот острова. И уже там фармиться прям вот как боженька. Как вот прям завещал нам сам Блинганди, наверное. Я не знаю, кто там нам заезжал и всё это. В общем, сейчас буду тут гриндить. Прям вот жёстко-жёстко-жёстко. Буду докапливать. Вот у нас, конечно же, левел, наверное, сороковой. Потому что там пираты, по-моему, 30-е, 35-е, 40-е. Следующая у нас локация. Поэтому буду левел себе сороковой поднимать. Можешь побольше. Потому что тут не так сложно, в принципе, фармиться. Ну а с тобой был Клан Тайка. Подписывайся на канал. Ставь лайки, пиши комментарии. И всем, ребята, пока-пока.